В Югре больницы подсветят фиолетовыми лампами. Таким образом, медучреждения округа поддержат Международный день недоношенных детей, который отмечается 17 ноября. Уже 22 года в Ханты-Мансийской ОКБ работает отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. В 1998 году отделение сформировали из маленькой группы энтузиастов. Сейчас это сформировавшийся квалифицированный коллектив. Начинали выхаживать малышей весом от килограмма. Современный подход позволяет помогать новорожденным от 500 граммов. За прошлый год в Югре 1092 малыша появились на свет раньше времени. Это чуть больше 5% от числа всех новорожденных. У горы Народная на Приполярном Урале в скором будущем появится глэмпинг-отель. Идея гламурного кемпинга или комфортного отдыха на природе получила федеральную поддержку. Предприятие «Дикий север-югра» вошло в число победителей грантового конкурса «Ростуризма» с проектом создания горного глэмпинг-отеля. На его реализацию компанию получат 3 миллиона рублей из средств федерального бюджета. За счет гранта и собственных средств у подножия высочайшей вершины Приполярного Урала компания обустроит необходимую инфраструктуру для активного отдыха. На конкурс «Ростуризма» заявились более 4000 проектов. 22 из них югорские. В Советском районе реконструируют родник. Вода из источников в поселке Пионерский пользуются у местных жителей и их соседей большой популярностью. Зачастую здесь скапливается очередь, однако состояние родника оставляло желать лучшего. Активисты решили облагородить территорию, написали проект и получили поддержку. В рамках программы «Инициативное бюджетирование» выиграли 250 тысяч рублей. Еще 30 собрали силами селян. Сейчас здесь уже проложили полы, сделали чашу. К концу ноября родник планируют открыть, однако часть работ перенесут на следующий год. Когда сойдет снег, к источнику проведут тротуарную дорожку с перилами. А на подъезде установят металлическую арку. Я уже лет пять ее беру здесь. И регулярно, как вода кончается, дома я поехал сюда или пешком хожу. Чисто она их, ни осадка, ничего нету. И на вкус хорошее. Здесь же и таежники приезжают, и малиновцы берут здесь. Воды-то много берут здесь. Хоккейный клуб «Югра» начинает домашнюю серию игр в стенах арены «Югра». Подопечные Вадима Японченцева проведут два матча. На сегодня югорчане возглавляют турнирную таблицу ВХЛ. В активе нашей команды 34 очка в 22 матчах. Форвард Никита Тертишный является лучшим бомбардиром и снайпером лиги. На его счету 27 очков в 23 матчах, 18 голов и 9 результативных передач. Сегодня в 19 часов «Югра» сыграет со звездой из Москвы. 19 ноября встретится с «Динамо» из Красногорска. К сожалению, игры по-прежнему проходят без зрителей. Трансляцию матча на домашнем льду уже традиционно покажет телеканал «Югра». В нефтеуганске дошкольники помогают бездомным животным. На предложение воспитателей детского сада помочь дворняжкам откликнулись все родители. Общими усилиями добровольцы собрали 70 килограммов корма для кошек и собак. Такой подарок дети и родители передали волонтерам из группы помощи бездомным животным «Право на жизнь». Под опекой активистов находятся более полусотни собак, немалые кошек. Организация существует только на пожертвования горожан, поэтому такой подарок пришелся кстати. Сначала помогала от себя лично в группе «Право на жизнь». А потом уже предложила своей группе родителям, они поддержали меня. Сначала одна группа приняла участие, затем вторая группа, а потом уже вообще весь детский сад, все сотрудники, родители и дети присоединились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok